Здравствуйте. Президента Российской Федерации, премьер-министра Российской Федерации, вашу личную поддержку я хочу поблагодарить вас за это. Конечно, до войны тоже времена были непростыми, но сейчас пришли более сложные времена и мы надеемся, что в это время мы сумеем урубить наше сотрудничество с Российской Федерацией в сфере безопасности в том числе, но не только безопасности. И военно-техническое сотрудничество. Конечно, сейчас в нашем регионе другая военно-политическая ситуация, это изменилось и нужно еще изучить все параметры этой ситуации. И, конечно, в ключе стратегического союзничества и дружбы братства между Арменией и Россией, я уверен, что в ближайшем и стратегическом будущем нашей связи Богу улыбляться, улыбиться и наше союзничество будет более тесным и более стратегическим. Спасибо. Спасибо, Николай, что нашли время для того, чтобы принять нас. Мы прилетели с совершенно определенными конкретными задачами. Вы знаете о том, что после подписанного заявления в самом срочном порядке перебросили сюда весь миротворческий контингент, завершили эту работу позавчера. За эти дни мы встали практически по всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерд-Очинский коридор. Естественно, обеспечиваем подвижение и возвращение туда деленцев, которые оттуда ушли. Дальше предстоит большая работа по, я надеюсь, теперь уже налаживанию мирной жизни. Карабахи. И с нашей стороны, конечно, главная задача – это не допущение второго пролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш руководитель главнокомандующий, и мы, безусловно, намерены настроены ее выполнить. Помимо этого, мы намерены обсудить дальнейшую жизнь здесь и работу наших коротворцев. Что для этого надо? Ну и, естественно, все те вопросы, которые касаются нашего сотрудничества и по военной линии, и по военно-технической линии. Мы приехали с большим планом. Надеемся ее реализовать. Спасибо.